Хайо, ребята, с вами Фибоначчи и мы продолжаем прохождение Ираатус, лорд оф зе дед. Так, ставим книжечку. Очаровательно. Ну, остальное пусть пока стоит... Как стоит. Или 16 сил заклинаний убрать. Поставить удачу, уклонение и точность. Ну ладно, пусть стоит. Пусть будет. Один оберег, враги теряют. Не помешает, но и три опыта мне тоже не помешает. Пока что вроде трудностей таких прям, прям, чрезмерных нету, поэтому... Будем играть как есть. Что мне надо? Мне надо, наверное, да на опыт дальше. Нам нужен не замерзай. А, у меня сюда и не хватит. А у меня никуда не хватит. Все тогда. Вот на этом и порешали. Там же 50 надо. Я забыл, что 50. И... Опять у нас этот казначей. Алхимик. Поехали. Алхимик. Алхимик, он вроде как бы и не такой-то мерзкий, но он... Дебафы дает. Плохие. Сначала-то, естественно, берсерк сейчас будет. Но он в два раза попал. И он по всем попал. Блин, вы мазать собираетесь? Давайте уж тогда на Алхима хотя бы накинем. Что-то они мазать совсем не собираются. Минус точность, да? И вот на этого товарища нам тоже. Ну, это такое себе удовольствие. Сначала убьем берсерку. Так, теперь надо блоки. Вон, бафает. Бафает он, по-моему, неплохо. Уносимый урон увеличенный 50%. Да, он очень неплохо бафает. Так, ну что, блок. Блок оберег. Есть ли смысл плюс уклонения прибавлять? Блин, урона увеличен, конечно, тоже не есть хорошо. Похоже, будет братская могила. Он сейчас будет по душе настреливать. У нее оберега-то нету. Ну-ка, давайте-ка вот так сделаем. Что-то мне как-то боязно. Нет, он бафает. Блин, они задолбали бафца. Душой просто ультануть. И все. И жизнь удалась, как говорится. Пока что, наверное... Потихоньку снимать, что ли? Да вот этому можно, кстати. Хоть он и не опасен. Еще баф. А, это блок оберег. Блин. Теперь я с него и не сниму. Бафы. Плохо. Плохо дело. И голем тоже не поможет мне здесь. Может на душу накинуть все же. Глок. Давайте. Что-то я за нее прям опасаюсь. И ультануть она не может. Не хватило три. И здесь нет дебафа. Блин, как все печально. Вот сейчас все очень печально. Все складывается как-то. Плохо дело. Прибавить точности. Тоже такое себе удовольствие. Минус оберег. Надо было душой меня пропустить ход, наверное. Что-то я поторопился. Держи-ка. И... А, ну я в принципе могу, да, вот так сделать. О, отлично. Отлично. Все супер. Но тут надо ударить, чтобы это... Вот. 50 ярости есть. Вот он. Дебафы накидывает. Всю броню, все сопротивление. Ладно, это не страшно. И отсюда ультовать тоже нельзя. Но у них особо-то уже и бафа-то нет. Вот это вот снять. Он до конца боя. Ладно, пусть просто ударит. Может, убьет. Почти. Человечек за человечком. Жизнь покидает этот мир. Она же не может у нас перемещаться. Ха. Точно. Держи-ка. А вот здесь уже меняемся. И надо будет скиллом еще ударить. 43. Вот это вот... Очень опасно. Пробивает через всякие блоки. Как тварь последняя. Чуть-чуть подлечили. Но это совсем чуть-чуть. Инициатива не нужна. Надо снимать. Блин, его там еще и местами не поменяешь. Он не хочет передвигаться. Если токое, не если токое. Не поменяешь. На алхимика теперь надо. У-у-у-у. 61. Боль. Дикая боль. Гаси давай. Алхимика хотя бы оглушили. И то хорошо. Все, последний оберег. Теперь хоть можно минус точность накидать. Голем, я думаю, выдержит. Подлечим вот здесь. Бафать. Хорошо, что он сейчас не стал стрелять. На-ка. 62. Теперь вот так. О-о-о. Пошло дело. Без оберегов-то куда проще. Так, ты давай, начинай лечиться. Хотя можно было топнуть еще раз. Эх, ты сволочь. Блин. Я оберег снял. Так, 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 так. Что сделать? Надо по нему каким-нибудь этим скиллочным. Бляжи. Шевели своими смертными ножками. Но то, что он все равно сейчас может убить. По сути, любого может сейчас убить. И ничего не сделаешь с ним, да? Уклонение. Ну давайте. Может поможет. Может спасет. Спасло. Ну-ка. Так. Точность есть. Минус точность. Еще, в принципе, можно еще разок его передвигать. О, я бежать собрался, сволочь. Алхимическая сволочь просто. Собрался драпать. Блин. Плохо дело. Попробуем сейчас его это. Оберег. Но он не сдохнет. Ну что, он спереди умеет... Аааа, ег, ну ты поганец, тварь. Сотен новых. Вот же тварь. Ну вот они, они уже и потеряли. И первой ошибкой было родиться. А бросить вызов мне последний. Блин, душу потерял. Так жалко. Очень-очень жалко. Ну и все. Пока. Ну вот. Плохое начало серии. Прям вообще печальное. Вот, вот эта дымовая шашка. Минус 20 точности на всех. Все враги получают минус 18 точности до конца боя. Туманной одежды. А вот я и нашел то, что мне нужно. Прям топчик для меня. Нафиг опыт. Наконец-то эта вещица попала в правильные руки. И давайте, наверное, что-нибудь поразбираем. Три атаки, три ужаса пока оставлю. Вот эту уберем. Один блок. Кольцо. Не нужно вот это, он точно. А, вот что не нужно точно. Ну-ка. Тысяча опыта. Плюс левел. Так. Допустим. Ну ладно, этого оставим. Ну, 18 точности явно лучше. Берег тогда убираем. Блок убираем. Да и три опыта тоже убираем. 1400 еще. Айдь. А давайте все прям. Вот так. О, 800 еще. Ну, это меня ничего не даст, собственно. Тогда не надо. Пять левелов у меня есть. Блин. Душу потерял. Одиннадцатую, да? Да, одиннадцатую. С артефактами. И с хорошими предметами. Вернее, с кусками с хорошими. Одиннадцатый мозг есть. Ну, сейчас создадим тогда душу. Снова. Потерянная душа. Собрать. Смертных так легко. И одиннадцатый мозг. Так. Секундочку. Вот. Вот сюда. А этого я... А, ну да. Он у нас такой кровавый. Вот теперь я могу что-то строить. Артефакты. Прикольно. Это дополнительный опыт. Ну и здесь тоже прикольно. Все прикольно. Давайте, наверное, вот эту. Вот залучницу сейчас вложим. Мертвым строителям отдых ни к чему. Вот так. А у этой что за артефакты? А вообще ничего нет. Вот и пусть там стоит. Одиннадцатую сейчас качнем. Вот теперь можно уже выбрать все дебафы с миньонов и все бафы с врагов. Оно мне понадобится. Оно мне однозначно понадобится на боссе. Но я сейчас могу вот, всем врагам вот эту сделать, чтобы мне было проще. Ну нет, мне не хватит одного левела. Вообще, есть такой предмет, который снимает дебафы. Вот что мне надо. Вот это вот однозначно надо. Давайте ее возьмем. Это определенно пригодится. Оглушает цель на один ход. Магический урон. А тут всем. Но здесь слишком дорого стоит. Здесь еще и дебаф вешает. Дождь из ошметков. Одной цели. Так, ладно. Пока что все. А вообще... В алхимии... О, шесть удачи. Все миньоны получают восемь стойкостей. И плюс бафы всякие. Один дополнительный кусок после битвы. Да, тут... Мне все-все нужны. Все ветки. Итак, качаем душу. Блок оберег. Это однозначно. Хорошо. Дальше. Две иници... Ой, два уклонения. Здесь больше лечения. И все. Из характеристик... Плохо, что уклонения нельзя. Возьмем здоровье чуть-чуть. Блок оберег взять что ли? Нужна инициатива. Девять хотя бы. И взять какой-нибудь оберег. Чтобы она не дохла. Устанавливает ману. Уменьшает получаемый урон от элитных. Вот это, конечно, прикольно. Броню снимать. Не могут промахнуться. Повышает шанс быть атакованным. Способность миньона игнорирует блок и оберег. Вот такую надо. Кипящую кровь еще одну. Где-то найти. И вот там уже начнется игра. Я ставлю, скорее всего, две тени. И буду пробовать двумя тенями поиграть. Здесь давайте пока возьмем... Оберег. Атаку... Да, атаку не надо. Все. Что, надо идти дальше? Что там у нас? Гробница с миньонами. Мумия и вампир мне точно пригодится. Темный рыцарь, если только в жертву опять его приносить. Но у меня есть один. Давайте мумию возьмем. Вот следующий у нас. Алтарь следующий. Два алхимика. Ну ладно, тут хоть без казначеев. Здесь я должен легко справляться. Поехали. Ответочка. Минус сразу блок. Так, ну и накидываем алхимом. А надо не... Нет, один алтарь на алхимику нельзя кидать. Надо вот этому. О, отлично. Два прожиха. Две ответки. О, а он как раз таки бафать стал. Ну и отлично. Похоже, будет братская мотива. Теперь можно топать. Минус берсерк. Давай, лечись, наверное. Уклончик. Сколько у них уклонения сейчас под бафом? 72 шансы уклонения. То есть у которых минус точность, они 100% не попадут. Прикольно. А почему у этого всего 5? До конца боя, если там 16 дает. А здесь? 13. А что-то артефакт-то не очень работает. Что-то как-то непонятно. Артефакт работает? Или подождите, или этот артефакт у них точность понижает? Это вроде тоже не похоже. Так, ну что мы будем делать? Давайте ульту поставим куда-нибудь сюда вот. Дальше, дальше. Сюда. Ах, вы сволочи. Ну вот, у меня теперь есть супер заклинание. 60 урона. И прощай свое место. Вот и все. Нет, давайте поменяемся местами. Минус один. Наверное. Блин, как долго здесь набирать левел до прокачки ульты? Очень долго. Магический урон. Еще 60. И это я даже не повышал еще вот эти. То есть можно повысить, там будет еще больше. Блок оберег. Да, наверное, не надо. Можно полечить. Так, сейчас вон они без промахов. Одному хотя бы накинем. Вот, этот бафает. Попал. Надо же. Сволочь. Какой сволочь. Так, вообще. Мне здесь можно это. Поменять. Нормально поставить. Вот так. Передвижение оставим. Ну вот, основные скиллы. Это уже такие. Убийцы. Сейчас кого-нибудь убьем. Вот того, наверное. Блин. А, да я могу, в принципе, вот этого болеть. Шевели своими смертными ножками. О, сразу два. Ну, тут никому не надо лечения. Дети-то могут и сами полечиться. О, 102 опять. 32 плюс 52. Ирона. Неплохо. Убьешь? Да не, не убьешь. Ну, я просто сейчас его передвину чутка. И он может сам отъедет. Ну, не. Там 8 урона наносится. Не отъехал. Да, 8 урона это вообще ни о чем. Блин, душу покоцал. Сволочи. То, что душу покоцал, это, конечно, плохо. Минус блок. Ничего страшного. Еще маны прибавим. 150 силы заклинаний. Больше сотки урон. И не убил. Ну, все. Давай, пока. Страдания окончены. Служение начинается. Первое заклинание будет бесплатным. Прикольно на босса на кого-нибудь брать. И сразу дорогим заклинанием стрельнуть. Двенадцатый. Скелет у нас в первую очередь набирает уровень. Ну, и, конечно, здоровье. Даже читать не буду, что о чем. Я редко им бью. Просто урон повышается за меньшее количество здоровья. Ну, да. Дальше, наверное, идти в защиту. О, можно что-то на кладбище. Опыт, наверное. Либо озеро мертвецов. Больше шансов найти вещь. Вот у меня мумия есть. Мертвые удивительно неплохо строят. О, так. Здесь, наверное, буду брать сейчас Иратусу опыт. Здесь можно взять либо миньоном, либо Иратусу. Миньоны в отряде получают 100% опыта от текущего уровня. И получают 100% опыта от текущего уровня Иратус. Я Иратусу возьму. Вот. То, что мне было надо. И берем вот эти бафы и дебафы. Все равно мне их придется взять. Рано или поздно. Поэтому лучше рано, чем поздно. Ну, погнали дальше. Душу надо поменять, да, наверное. Так, а кого мне еще надо? Надо кого-то ставить на арену. Не будет же она проставить. Ну, темного рыцаря, ладно, поставим. О, предметы. Может быть, там-то мне и выпадет то, что я хочу. Опять этот гребаный к из ночей. Силы заклинаний пока мало. Сейчас мы ее как-то поувеличиваем. И быстренько всех поубиваем. Держи-ка. О, отлично. Два промаха. Сейчас сразу два блока. Тут промаха. Отлично. Тогда я немножко передумал. Тогда я сейчас попробую дальше снимать с него. Побыстрее льем. Вот этому однозначно делаем промахи. А им надо было... Вот здесь я плов, конечно, сыграл. Блин, сволочь. А, это 50 урона опять он ему добавил. Тогда... Тогда вот так. Минус последний оберег. Не знаю, можно, в принципе, и топнуть. О, берсер как-то... Попал. Раз. Сколько у него здоровья? 205. А, минус... Минус точности ему явно надо. О. Промах. Так, а вот сейчас без бафов. 38 шанса уклонения. 11. Надо прочитать. Я что-то... Я думал мне... В общем, я думал, что повышает... Что мне сделать? Накидка-то что? Она им минус точно сдаёт, похоже? Как-то я забыл аж. Я буду берсерк ходить. И алхимик, кстати. Ладно, бьём вот эти. Дай своё место! Пока что. Надо мне на алхимика повесить дебаф. А если вообще четыре тени использовать? Просто четыре тени в команде? Блин. А чё, почему бы и нет? Мозги у меня там есть. Одна тень в запасе тоже есть. Набрать им вот этих артефактов. Они сами лечатся. И оно, может, и дело побыстрее-то пойдёт. Бои побыстрее. Надпопробовать будет. Дай своё место! Всё, я тут почти уже, почти покойник. Один выстрел он, допустим, сделает. Это ничего страшного. Два промаха, он и так, наверное, отъедет сейчас. Ну да. Одним героем меньше. Ну да, кстати, использовать четыре тени. Мне кажется, нормально будет. У меня-то тени-то и никогда и не умирают, по сути. Умирали только все остальные. Поехали дальше. Будет братская магазина. Там сила заклинаний, да? Можно ульту поставить куда-нибудь вот сюда. Ну давай. Ой. Хилься. Берсерк вроде не должен сейчас побежать. Хотя может. Не может. Ну и всё, сейчас я его заклинанием-то и убью. Вот теперь он может побежать. Сколько у него? 47? А, дебафа нету. Тогда вот этим. Ещё одна капля в океане целый. Так, меняем. Просто мне не нравится, что тени могут ультовать только из... Ну вот, только из третьей-четвёртой позиции. На самом деле, не очень. Никогда не состарится. Чё у него там не хватает? Немножко стресса. Можно побить. Ну ладно. Побь на своё место. А можно было голема вылечить. В начале каждого боя все враги потеряют один оберег. И ещё броня. Один блок, один оберег. Но их инициатива снижена до нуля. Типа будем после всех ходить. Вот мне это не очень подходит. А, все враги получают минус 18 точности. Ладно, тогда нормально. Чё я-то на своих смотрел. Так, душа. Точность, урон. Ну вот, уклонение. Строить нечего. Мне вот этот интересный предмет. Эх, не выпал. Увеличивает весь наносимый миньоном урон. Уменьшает весь получаемый урон. И вот это опять. Ну, я думаю, тут будет кислотная железа самая полезная. Ещё. Ещё. И тут... Ну вот, можно попробовать 4 тени. Давайте одну построим. Мой темный прислужник. Вот. Теперь вот так. 24 силы заклинаний. 40 уклонения. Характеристики на уклонение. Раз, два. И на инициативу. Два. Эту, допустим, назад. А вот эту вперёд. Ха. У тебя будет жёстко похоже. Так, тут артефакт есть. Её только у последней нету нужного артефакта. Да. И... 12-й левел. Точность. Защита. Наверное, точность. Вот им, некоторым, можно и вот это взять. Одеть. Пусть будет. При использовании одиночной способности. Ответкой это считается одиночной способностью. Но... Точность это точно способность. И этому. Четвёртому нашему. Ну погнали пробовать. Тут нечего мне. Ну, да. Ладно. Дальше элитный отряд. Первый элитный отряд у гномов. Мимо. Снеслась. Итак. Начинаем уничтожать. С чего бы начать? Это ходит, кстати, самый дальний. А начинать надо с минус уклона. Ой, минус точность. Все. 71. Теперь этому. Вот так. Теперь давай к силе заклинаний. Попал. Сволочь. А теперь бьем. Дай своё место. Так. Чё, ещё уклонение? Да по ним вообще так не попадёшь. Вот. Ходит последняя. Вот с этим меняюсь. Сейчас у меня у всех будет уклонение плюс 40. А у этой спало. А почему? Непонятно. 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 Вот у этого ещё нету. Попал. 40 уклонения. 40 уклонения. Сила заклинаний. Но я вообще вот так хотел. Естественно, ты не будешь попадать. И они могут быстро настакать много маны. И силы заклинаний. Убираем этот наберег. И убиваем этого козла. Своё место. Алхимик сейчас ходил. Давайте немножко заклинаний поднаберём. Тем более вот некоторые не могут. Последний тоже не может оттуда. Им можно ульты ставить. А если ещё ярость прокачать. Чтобы каждый ход мои по 8 здоровья восстанавливали. То вообще будет жесть. Они вообще будут непробиваемые. Вот такой состав. Чисто одни тени. Просто уничтожение. Так, сейчас надо смотреть. Вот этой надо ману. Кого будем убивать? Тебя. Своё место. Эти вот могут махнуться. Ага. О, вот и сработала. Кислотная железа. Аж два раза она сработала. И тут тоже. Блин. А, круто. В натуре. И зачем тогда мне две тени? Если можно, четыре тени. Ещё никакого урона. Так, кого убьём? Давай тебя. Я ожидал, что будет так просто. Бавчик. Ну так с ними, конечно, можно и запутаться. Минус уклон есть, чё. Только ману повышать. Да, вот убивать, конечно, нужны стрессовые атаки. Ну, вернее, заклинания стрессовые. Бой своё место. Мана всё же тратится неплохо так. На шаг ближе к царству. О, десять маны каждый год. Это на босса тоже хорошо брать. Чисто заклинаниями стрелять. Можно чё-то прокачать. Ну, в принципе, можно и... Не хочу я. Я хочу больше артефактов. Тень нужна. Придётся сделать ещё одну. А, стопэ. Куда это я собрался? Там же... Сколько надо? Сто? А... А... 50, 75, 100 должно быть. Почему тут уже 100? Вот, 75. Непонятно. А тут... А тут... И тут 75. Так, ну можно взять ману тогда. Кто у меня есть? Никого нет. Делаем кого-нибудь. Какого-нибудь вампирча. Чё, пора пожаловать. Ночная госпожа. Ой, чё, я хотел ман уже. Вот. Ещё плюс 8 мана после каждого боя. Так, ничего у нас по времени. Наверное, можно сходить ещё и на элитный отряд тогда. Ну, я прям таким составом сейчас и пойду. Единственное, что можно... Будет какую-нибудь эту использовать. 38? Ну, ещё раз, наверное, возьму. Тут ещё много добавится от... Кусков. Когда куски будут нормальные падать. А чё здесь взять-то? Здесь взять нечего. Ну, тут способность можно. Точно. Моих врагов ждёт неприятный сюрприз. И... 38 уклонения. 38 это уже очень-очень хорошо. До 44 добить, наверное. А инициативы надо, чтобы по 9 у них было. Берём туда инициативу. Отлично. Пойдёмте попробуем уничтожить элитный отряд. Вместе с... Минус точность. 30-45 магического урона. 100 гнева. Заклинание бесплатное. 30 сил и заклинание. Я не знаю, что мне взять. Вот это хорошо на боссов. Это я, скорее всего, буду на босса брать. Давайте возьмём 30-45 магического урона в начале боя. Ну, то есть... Ещё больше, чем раньше. Ой, и у нас тут этот... Я не помню, как он называется. В общем, в скафандре чел. И тут ещё геомант и мушкетёр. Тут 3 новых, которые нам ещё не попадались. Это может быть жёсткий бой. В общем, немножко расскажу для тех, кто не знает. Вот это мега мерзкое существо. 50% перенаправлять на себя атаку. Или дебаф союзника, находящегося рядом. Он, в общем, встаёт в стойку. И на следующий ход просто уничтожает команду. У него там урон будет где-то 70. Магический. Естественно, он может промахиваться. Геомант очень больно бьёт. У него тройные атаки по одной цели. То есть он снимает быстро блоки и обереги. Мушкетёр сейчас будет накидывать метки. В общем, на одну какую-то цель он накидывает метку. Потом даёт себе баф какой-то там. Чуть ли не 100% критический урон. И просто убивает за один ход. В общем, все эти трое очень мерзкие существа. Из гномов ещё есть огнемётчики. Такие товарищи тоже противные. Я даже не знаю, что мне тут сейчас надо. Сначала давайте... Вот кто у меня минус 30 точности даёт. Потому что я какого-то хрена... Блин. Ну ладно. А там 138, офигеть. 138 точности. В блок. Так. Кого будем убивать первым? Давайте, наверное, мушкетёра. Он потому что может дать... Ну вообще геоманта. Геоманту надо блоки и обереги снимать. Блин, как у них много здоровья. Мне надо тогда сейчас... Раскидать минус точность. Этот я не знаю, что будет делать. Я думаю, его переместить назад. Он перенаправил на себя. Понятно. Ладно, бьёмся сюда пока. С первой позиции ходит. И у нас ходил какой? Четвёртый. Меняем их местами. Ну вот они пошли, промахи. И этих меняем местами. Чтобы у всех были бафы. О, у первого. Почему у первого убрался? Вот. Геоманта может ещё бить по всем. Но он сейчас просто 3 ответочки получит. И у него нету оберегов. Я, в принципе, на это и надеялся. Этот попал. Ладно. Всё. Теперь начинаем кромсать этого геоманта. Мушкетёр, в принципе, пока в блоке будет попадать. Вот она, метка. Теряет всю инициативу уклонения. Атаки мушкетёр наносит больше урона. Метка спадает при перемещении. Офигеть. А вот то, что всё уклонение теряет, этого я и не знал. Тогда мушкета убьём сейчас. И это ходит первый, да? Я не понимаю, почему я меняюсь местами. И у одного всё же у меня спадает уклонение. Мушкетёр сейчас не будет ходить. Он будет ходить на следующий ход. Я могу немножко... Здесь уклонение я снял. Ой, точно снял. Могу немножко силы заклинания себе прибавить. Ну, надо было и стрельнуть, наверное, заклинанием, да? А я уже всё просрал. Вот они, эти тройные удары. А чё, он ими не промахивается, что ли? Он все блоки снял. А, цель теряет всё уклонение. Жесть. Они сейчас и будут его выносить. При перемещении. А вот это не является перемещением. А это является перемещением. Метка спадает. Придётся сюда скинуть. Давай-ка вперёд. Вот и всё, нету метки. И есть уклонение. Мушкетёру делаем. А можно его убить? Раскладывайте в общую кучу. Сорок уклонения. Нет, тут я сейчас что-нибудь буду мутить. Вот этим поменяемся. И этот у нас как раз... А, нет, он с артефактом. Ладно. Он с артефактом. А здесь, на самом деле, надо мне вот ульту поставить. Пусть она потихонечку их дамажит. И по нему бьёт. И не промахивается. Тварь. Сейчас геомант может, в принципе, убить. Одну тень может просто уничтожить. Вот он этот. А я чё-то не заметил, что он в стойке стоял. Ну ладно, для береги сейчас поснимаем. Но он тоже сейчас мог убить мою тень-то. Он одну оглушил. О, а, да, вот она, стойка-то. Ну ладно, стойку-то я собью. Блин, а жёстко меня покоцали-то. Не очень-то и работает теперь. О, у него никакого магического сопротивления. О, так, ходит дальний. Что бы сделать? Ну, минус точность, да, ну, здесь надо, наверное... Ладно, уберём точность. 60%. И махнёмся с ними местами. Так как ты попал-то? Прибавил по блоку, да? А, у этого дохренища у нас. У него дохренища защиты. Более. Так, пока яман не смеялся. Всё, теперь не страшно. Теперь вообще практически не страшно. Теперь можно просто прибавлять. Силу заклинаний. Это какой? Это первый ходит. Меняемся местами. Вот, два бафа есть. 40 уклонения, 40 уклонения. Здесь 40 уклонения, здесь 40 уклонения. Но они сейчас пропадут. Я на всякий случай проверю. А, всё понятно. Пропадает, потому что я их как раз таки меняю местами. Ну, вернее... Нет. Они вон даже стакаются. 100% уклониться шанс. Таким, можно просто ими уклонения стакать и всё. Сейчас одна, конечно, пропадёт. Здесь надо ульт поставить. Иначе я его долго буду убивать. Мимо. Лечись, давай. Да, вот лечатся всё же они мало. Потому что вот эти вот попадания, они уж очень сильные. Ну, я думаю, у них блоки-то есть. Не страшно, что они там попадут разочек. Разочек другой, да? И сейчас сжахнем чем-нибудь. О, это всё. Это почти уже до свидания. Ну, бейте. Блок. Ладно, попал. Повезло тебе. Стой. Ну и всё. Мне их просто местами поменять. Два... А, у него же там куча брони. Восполним запринания. Перенаправление, да ёлки-палки. Нет, этого надо убить. Из этого может получиться неплохая табурятка. Да и этого тоже можно убить. Ну, ладно. Не особо работает. Хотя нет, оно работает. Я покорю этот мир. Что это? В начале своего хода миньон восстанавливает 6 стойкостей за каждую свободную позицию в отряде игрока. А это что? Каждый раунд в бою Иратус восстанавливает 30 гнева. Проклятый гримуар. После боя исчезнет. Я таких раньше предметов не видел. Плохо, что мало падает кусочков элитных. Так, мне также ни на что сейчас пока не хватает. Возвращаемся тогда к нашей тактике. Туша. Оно в принципе работает, да. Но надо как-то где-то это. Чуть уклонение сняли. Я чуть не теряю уже. Строить в принципе нечего. Там у нас дальше жертвенный алтарь. Да и так же рыцаря смерти, я думаю, дальше приносим в жертву. Пойдемте сразу это сделаем. Вот этого седьмого. Не нужен. Не нужен он мне. А, и опять такая выпала. Ну ладно. Книжечку поставлю, иначе я потом уже забуду ее. Ну а дальше, ребята, пойдем уже тогда в следующей серии. И если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи и пока-пока.